Братья и сестры, я сегодня хотел бы проповедовать на тему «Хорошо ли с Иисусом быть рядом?» Я, безусловно, понимаю, что есть понятие библейское «быть в Иисусе Христе», «быть, то есть Христос в нас, мы в Нем». Это тоже есть понятие. Но есть понимание того, что мы рядом с Иисусом. А вообще это хорошо, дети, вопрос к вам. Хорошо с Иисусом быть рядом? Давайте представим себе картину небольшую. Иисус был в теле. Он был в таком же теле, как и мы все. Он был маленьким мальчиком, потом он стал уже взрослым и приходил на богослужение. И вот когда он приходил на богослужение, ему предоставляли определенное место. Он даже проповедовал на служениях. Ну, давайте себе представим. Вот физически заходит Иисус Христос. Иисус, где мы его посадим? Дети, как вы думаете, куда мы его посадим, определим, чтобы он был где? Здесь, да? Георгий, за место тебя? Хорошо. А вам бы не хотелось, чтобы он был рядом с вами? Сел рядом. Вот пришел и занял возле детей место. Это же вообще хорошо. И, наверное, каждый бы хотел сказать, Христос, можно возле тебя? А можно возле тебя? Ну, это можно попредставлять. Все-таки Иисус был же на земле, да? Ему представляли возможность проповедовать. Он выходил, проповедовал, брал. Книгу ему давали, пророка Исаии, и он читал ее. И проповедь такая была. Сильная, сильная проповедь. Кто помнит эту проповедь? Никто? Может, кто-то помнит? Что после этой проповеди произошло, дети? Он взял книгу пророка Исаия, нашел и начал читать. Дух Господен на мне. И он помазал меня благоветствовать нищим. И так далее. И что произошло после проповеди? Наверное, каждый сказал, Иисус, можно возле тебя посидеть? Ты такие слова говоришь? А там, так говорили, увидели в нем силу Божию, слово. Они это увидели? Нет. Они сказали. Такое единство у них произошло после проповеди. Начали его выводить из общения, где проходило общение. Хотели повезти его на гору, и там его сбросить с горы. Оказывается, не захотелось быть с Иисусом рядом. С проповедником, величайшим проповедником всего мира. Ни один проповедник не станет в ряд с Иисусом Христом. И не сказать, я так точно проповедую. И вот после одной из проповедей, почему-то люди не захотели рядом с ним сесть. И сказать, Иисус, какие ты говоришь хорошие слова. Братья и сестры, а я еще напомню одну историю. Дети, слушайте внимательно. Это для вас будет очень хорошее. Один юноша, богатый. А кто хочет быть богатым? Поднимите руку. Только один. А, нет, второй. Еще один есть. Стесняйтесь. Я же знаю, всем хочется иметь богатство. Хороший велосипед, потом вырастим мотоцикл, машину и все. Просто так же их не возьмешь, где попало, да? Это надо богатство иметь, деньги надо иметь. И вот юноша, который все имел, он был очень-очень богатым человеком. Ну, что-то в сердце у него было какой-то дискомфорт. Ему что-то недоставало. Он приходит к Иисусу, подходит к Нему и задает Ему вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы знаете, очень правильно пришел. Правильно пришел. Кому к Иисусу? Захотел рядом с Ним побыть. Узнать от Иисуса, что Ему не достает. Ведь сердце подсказывает, что-то не достает. И вот Иисус Ему говорит, а знает же Его. Скорее всего, Иисус не был у Него дома. Скорее всего, Иисус не контактировал с Ним никогда. Но очень хорошо знал за этого человека, что Он богатый человек. И Он ему говорит, а знаешь заповеди? Конечно, все это Я сохранил от юности Моей. Друзья, как сильное слово. Очень сильное слово. Я сохранил от юности Моей. Христос Ему говорит, пойди, продай, раздай нищим, а потом следуй за Мною. А если Он сохранил, то значит, что Он исполнил все заповеди. И первую, возлюбив Господа Бога твоего, и вторую, ближнего своего, как самого себя. Все это Он соблюл. Христос Ему показывает пример, насколько Он это все соблюл. Пойди, продай и раздай нищим. Ни одной заповеди не выполнил, братья и сестры. Ни одной, ни первую, самую главную, ни вторую. А вот то богатство, то, что у Него в сердце было. И вот то, что беспокоило Его, оно так и осталось Его беспокоить. И знаете что? Побыл возле Иисуса Христа рядом, а ушел с печалью. Это же беда. Это бедствие для человека. И мы не видим, что Он потом вернулся к Иисусу и был вместе с Ним. Братья и сестры, это же плохо. Мы бы дали Ему самое важное место, да? А вот этот человек, юноша, богатейший человек, не смог Ему дать и постоять с Ним рядом, и побыть с Ним рядом, а потом в вечности быть с Ним, рядом быть, радоваться вечно. Он не смог этого. Братья и сестры, знаете, в этом юноше есть многие мы с вами. Безусловно. Многие мы. Знаете, Он говорит, все это Я сохранил. Там какое сильное Я. Попробуй тому, у кого есть Я, что-то подсказать. Он никогда не примет вас. Он всегда уйдет от вас с печалью. Потому что там сильное, могущественное Я. Это гордость. И вот с этим Он багажом пришел к Иисусу. Сложи Его возле Иисуса, а потом иди рядом с Ним постоянно. Братья и сестры, если там вот гордость есть, невозможно быть рядом с Иисусом. Ты уйдешь с печалью. Что бы ты ни говорил Иисусу, как бы ты ни пытался подходить к Нему, вот это Я, гордое Я, оно не даст тебе быть рядом с Ним. Он даже не вспомнил, братья и сестры, что отец, мать у Него были. Ведь они Его наставляли, они Его учили. Ничего подобного. Я сохранил. А бабушку, дедушку, может быть, вспомнил. Никого не вспомнил. Я. Братья и сестры, мощное Я. И непробиваемое это Я очень часто бывает лично в нашей жизни. Братья и сестры, а ведь с Иисусом, вот все здесь присутствующие, я надеюсь, скажут, что хорошо. Может быть, не так? А может быть, и не так. Но, братья и сестры, вот моя сегодняшняя мысль такая, быть рядом с Иисусом, это хорошо или плохо? Я прочитаю текст Святого Писания, где оно заключает в себе событие определенное. событие, которое мы празднуем, как один из праздников. Братья и сестры, хотя сегодня это не праздник, на сегодняшний день или в сегодняшний день, это не празднуем мы. Мы его будем, или уже праздновали его, или будем праздновать в следующем году. Но это событие содержит в себе очень колоссальные слова для меня. Я, когда рассуждал над ним, я просто восторгался от того, как проходило это событие. Евангелие от Марка, 9 глава, со 2 стиха написано. Евангелие от Марка, 9 глава, со 2 стиха. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на вору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может повыбелить. И явился им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. Присем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, Моисею одну, и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. «Явилось облако, осеняющее их, и из облака ишел глаз глаголющий, «Се есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели. Да коли Сын человеческий не воскреснет, из мертвых. Дети, как этот праздник называется? Кто знает? Как? Преображение. Очень правильно. Виталик тоже знал, что это преображение. Молодцы. Я думаю, что многие знали, потому что мы его празднуем, и более того, просто как это вот такая страх, поднять руку и сказать, да? А так многие знали. Очень хорошо. Дети, будьте внимательны, потому что некоторые настолько внимательны, что даже сегодня между собраниями не отдохнули, они уже дремают, уже спят. В общем, неплохо в церкви во время собрания. Но слово говорится, все равно там будет проникать, я надеюсь. А в общем-то, чтобы этого не было. А вы знаете, я помню еще такое одно событие. Это было в нашей жизни, вот в моей жизни. Там, где мы жили, в Украине идет служение. А раньше же, это же не то, что сейчас, кондиционер, мягенькие стулочки. Там надо было стоять. Два часа. Вот так вот стоять, а тебя поджимали. Если тебе плохо, не упадешь, потому что все равно тебя держат. Вот. Ну, было в некоторых местах, где было чуть пошире. И вот идет служение, молитва. Иногда кто-то мог встать на молитву, на колени. И вот становились в основном на колени. И потом мы слышим такой глухой удар. Все сразу на этот удар. Ну, смотрят, упал брат. Схватился за сердце и выходит с собрания. Плохо стало. Душно, конечно, может такое произойти. Хотя мы смотрим, я лично так посмотрел, молодой. Как там с сердцем? Вроде никогда не было проблем с сердцем. Вот. И вдруг за сердце выходит. Потом подходим к нему. Брат, в чем проблема? Он говорит, друзья, заснул. Там не с сердцем проблема. Заснул. Так было хорошо, такое хорошее собрание, говорит, было, что вот так вот повлияло и заснул. Друзья, я буду наблюдать. Если будет кто-то дремать, засыпать, я буду немножко громче проповедовать. Вот. Будить. А потом, если я смотрю, что это не будет помогать, буду заканчивать собрание. Чтобы оно закончилось. Братья и сестры, я прочитал текст. Очень удивительное событие. И там слова апостола Петра. Они говорят о многом. Присем Петр сказал Иисусу. Рави, хорошо нам здесь быть. Я уверен, братья и сестры, что с Иисусом всегда хорошо. Для меня лично это утешение. Для меня лично это ободрение, когда я знаю, что со мной Иисус. И мне всегда хорошо. Безусловно. Есть трудности в жизни и переживания различные в жизни. И когда мы сосредотачим свое внимание на этих переживаниях, на этих трудностях, нам кажется, как это плохо. Это невыносимо. Но это по одной причине, что мы забыли, что рядом с нами Иисус. Если мы будем об этом помнить и в своей памяти содержать эту мысль, что Иисус всегда с нами рядом, и даже трудности будут легче преодолеваемы в нашей жизни. Я очень часто слышал, когда моя бабушка рассказывала, как им было трудно. У них была большая семья. Детей было очень много, девять деток было. А ее мужа забрали в тюрьму, потому что был служитель церкви. И он не вернулся назад. Он не вернулся назад домой. Дети молились очень сильно. И вот моя бабушка это все время пронесла. Трудную жизнь. Сама воспитывала детей своих. Сама их растила. Их девять. А самое меньшее, я уже как-то рассказывал, девять месяцев было, когда забрали дедушку моего, и это была моя мама. Братья и сестры, и она все это пронесла, но она никогда не сомневалась, что Бог был рядом с ней. И Бог ее сохранил. И Бог дал ей жизни. И я вот внук, и я помню ее очень хорошо. Апостол Петр говорит, «Рави, хорошо нам здесь». А почему хорошо-то? Сияние славы, величия, как белильщик не может обелить одежду. И вот такая яркая, светлая одежда у Иисуса Христа, Илья, Моисей. Все настолько торжественно, славно. Дух восторгается. Я уверен, братья и сестры, у многих восторгается дух, когда такая слава, когда играет оркестр, все так четко, все так торжественно, величественно. А там оркестра не было. Там был Иисус. И им было очень приятно, очень хорошо быть с Иисусом. И Он говорит, «Хорошо нам здесь быть». Братья и сестры, ему не пришлось знакомиться с ними, с Ильей и с Моисеем. Он не спросил Иисуса, «А кто это возле Тебя?» «А, Моисей, ну, давай-ка познакомимся с Тобой. Я же Тебя не знал, я Тебя не видел никогда». В присутствии Иисуса Христа происходят некоторые вещи, которые нам непонятны. Мы понимаем многие вещи, которые мы, возможно, не понимали их раньше. Бог дает некоторые откровения для каждого лично, когда Иисус с Тобой, когда Тебе хорошо с Ним. И поэтому там никакого не надо было знакомства ни с одним, ни с другим, ни с третьим. Им было хорошо. Они познания, даже из той истории, они понимали, им было все это открыто. Как это приятно, как это хорошо. Когда мы читаем Ветхий Завет, и нам много открыто. Когда мы читаем Новый Завет, и нам много открыто. А почему? Потому что Христос там рядом. А если бы Христа не было, братья и сестры, много бы нам не было бы открыто. Нет, безусловно, есть места Священного Писания, которые нам не открыты. И мы их не поймем до того, когда мы придем к Иисусу Христу. Мы, туда вечность, я имею в виду. Братья и сестры, но мы сохраняем то, что нам открыто, и то, что нам Христос открывает по мере нашей веры. И поэтому, когда мы придем там в вечность, там нам много что откроется. А почему? Потому что опять будем рядом с Иисусом Христом. А другого положения быть не может. Если не рядом быть с Иисусом, то вот этого преимущества, всей красоты, славы, величия, никто, безусловно, не увидит. Братья и сестры, и это должно у нас настораживать. Если я не рядом с Иисусом, то я, безусловно, этого величия и славы там на небе никогда не увижу. Дай Бог, чтобы все присутствующие, и даже дети, чтобы они это понимали, и стремились быть рядом с Иисусом. Вы знаете, апостол Петр, ученик Иисуса Христа, он говорит такую фразу, говорит Иисусу, «Равих, хорошо нам здесь быть! Сделаем себе, нет, не себе, сделаем три кущи, тебе, Моисею, или, и нам здесь хорошо». Но написано, «Не знал, о чем говорил». Братья и сестры, я поясню. Он не знал, о чем говорил, не о том, что ему хорошо, а о том, что надо строить, постройку надо делать, потому что там неуместна она. Ну, постройте вы и Иисусу, Моисею, или, а вы куда? Ну, подумайте, вам тоже ж надо, если вы думаете здесь постоянно быть, и вам надо тоже построить. Ну, в общем-то, логически не вяжется. Строительство тут ни к чему. Вот пришло ему такое вот в голову, ну, вот и он так сказал. Вот не знает, что он говорил. А то, что хорошо ему было с Иисусом, это он правильно сказал. Это он все очень правильно сказал. Братья и сестры, ну, посмотрите на эту фразу. Рави. А это кто такой? Дети, кто такой Рави? Можете перевести с иврита? Рави. У нас тут есть одна сестра, которая знает иврит. Ну, я надеюсь, что многие знают, что это за слово, да? Ну, вот я сейчас скажу объяснение, она подтвердит, так это или не так. Потому что надо, чтобы точно было, да? Дети, слушайте, Рави – это учитель. Правильно? Машет голову правильно. Поэтому он, говорит, обращается к Иисусу, учитель. Братья и сестры, а где то, которым Петр же сказал? Когда Христос спрашивает вопрос и задает, за кого вы меня почитаете? А Петр тут первый и говорит, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Послушайте, а в чем же проблема? Почему тут Рави? Он же получил откровение. Для него уже все было известно. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». А здесь Рави. Опять не знает, что говорит. Ему настолько хорошо быть там в общении, что он не точно говорит об Иисусе Христе. Братья и сестры, как тут очень хорошо и правильно в нашей бы жизни, находясь с Иисусом Христом, точно все говорит, что это Христос, это Сын Божий, это Тот, Который пострадал за нас, это Тот, Который пролил святую кровь, Он нас очистил, Он нас оправдал, Он нас потом приведет в вечность туда, Он нашим будет адвокатом, лойером будет нашим, и Он скажет, «Я пострадал за Него». «Я за Него кровь свою пролил». Вот Он. Рави этого не скажет, Учитель не скажет. Учитель может только объяснить, рассказать. А вот этот, то, о Ком мы говорим, с Которым так хорошо, Он этого скажет, Он обязательно это скажет за всех нас. Братья и сестры, поэтому, если мы хотим быть с Иисусом Христом рядом, то надо знать, это главная истина, признать Его, что это Христос, Сын Бога Живого. Более того, Писание нам говорит, что это Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, проповедан в народах, принят верою в мире. Братья и сестры, а там же мы прочитали, им было так страшно. Страшно, да, но хорошо нам быть здесь. Поэтому, когда есть какой-то элемент страха, когда мы входим в присутствие Бога, это иногда нормально. А почему? Потому что мы, приходя в присутствие Божие, можем увидеть в своей жизни несовершенства. Можем увидеть даже свои какие-то грехи, отклонения в своей жизни, неправильное поведение, но все равно с Иисусом очень и очень хорошо. В прошлое воскресенье все дети пели песню одну. Помните, какую вы пели, выходили? Кто помнит, какую вы пели песню? Приходите на собрание, берите, записывайте, ваше участие, вы поучаствовали, запишите, кто проповедовал, о чем проповедовал, это будет очень-очень полезно, очень хорошо. Помните, вы пели песню «Хорошо с Иисусом быть». Да, да, вот именно эта песня. Все правильно. Поэтому очень хорошо, хотя, возможно, и страшновато бывает. Братья и сестры, давайте немножко перенесемся на другие события, тоже связанные с Иисусом Христом. Иисус Христос, когда родился на этой земле, сразу пошли некоторые трудности в самой этой семье. Мы говорим «хорошо с Иисусом». Конечно, Иосиф и Мария, которые получили этого младенца, это безусловно для них было хорошо. Все радовались. Родился ребенок. Братья и сестры, но первые трудности испытывали вместе с Иисусом Христом родители Иисуса Христа. Им надо было убегать. Только родился ребенок, а Ангел Господень сообщает «бегите в Египет». Вот как. Оказывается, какие-то возникают трудности, когда мы находимся с Иисусом, и надо преодолевать какие-то, возможно, расстояния в своей жизни, чтобы сохранить, чтобы быть рядом вместе с Иисусом. Что же, принес Иисус Христос в эту семью? Очень большие беспокойства даже. Братья и сестры, одно из беспокойств – это беспокойство за жизнь младенца. А рождение этого младенца в яслях – это же тоже определенное беспокойство для матери, где, как бы, условия для рождения этого дитя не очень приятные. Друзья, но все равно рядом с тобой, Иисус, никто не будет другой. Это трудно. Конечно, приятно, когда Иисус, и Ему приносят подарки. Это же приносят Иисусу Христу золото, ладан и смирно. Это прекрасно. Когда в семье есть все, и средства, и все-все-все есть, это хорошо. И многие об этом так и говорят. Вот если ты с Иисусом рядом, ты должен быть богатым. А если у тебя бедность, это уже проблема, это уже ты виноват. Но не Христос. Братья и сестры, но и здесь может быть очень сильное заблуждение. Почему? Потому что, наблюдая за жизнью Иисуса Христа, мы не видим, чтобы Он имел какое-то богатство. Как-то Ему говорят, учитель, покажи, где живешь. Ну, показал, где живет. И никто там не восторгался. О, учитель, о, у тебя столько овец. О, учитель, у тебя ворблюдов столько много. О, учитель, ты смотри, какой ты богатый. Ничего об этом не сказано. Посмотрели, где живет. Да и все. Братья и сестры, а если мы посмотрим на учеников Иисуса Христа, они что, имели такое сильное богатство, огромные какие-то средства имели? Почти каждый из них умер смертью не своей. Кроме одного. Мученическая смерть. Братья и сестры, оказывается, нет, не скажешь, что богатство – это значит и с Иисусом. Здесь может быть ошибочное мнение. И дай Господь, чтобы мы так и понимали, что с Иисусом хорошо, но бывают определенные трудности. Конечно же, родители испытывали, когда Иисус и плакал, когда Он был младенцем, когда Он вырос, надо было какие-то Ему прививать навыки, к тому, чтобы Он чему-то научился. Это все хорошо. Там Иисус рядом, как бы это нормально. Братья и сестры, но вот пришло время для Иисуса Христа, когда стало Ему 12 лет. И, как обычно, Иосиф и Мария идут в Иерусалим, в храм на поклонение. И очень хорошо, Иисус рядом, 12 лет Ему, и Он рядом. Приходят, жертвоприношения сделали, все как полагается, радостные в торжестве, они возвращаются домой. Очень хорошо. Помните, братья и сестры, что там было? Им показалось, что Он рядом с ними, возможно, с какими-то родственниками, ну, недалеко, Он рядом. Прошли около трех дней пути, а потом обнаружили, Иисуса рядом нет. Вопрос. Это же серьезно. 12 лет ребенку, его рядом нет. Не усмотрели. Куда Он делся? У родственников никто не знает, никто не видел. Три дня ищут Иисуса Христа, возвращаются в храм, а Он там, в храме. Ну, хорошо, что в храме. А потом Иисус учит Иосифа и Марию. Он говорит, а где мне должно быть? Я должен быть здесь, в храме. Это вам показалось, что вы забыли меня, но и мое место там. Я помню, знаете, мне как-то один брат рассказывал, а на подобие, подобный случай у нас был в семье. Говорит, мы приехали домой с собрания, а семья большая. Девять или десять детей. Вот всех посадили в машину, приезжаем домой, уже все легли спать. А он говорит, я считаю ноги. Раз, два, три. Ну, там, говорит, по ногам. Десять же их. Значит, получается, двадцать должно быть ног. А вот считаю, не получается. Не двадцать ног. Начинаю опять пересчитывать. С другой стороны считаю. Всех поднимаю. А потом, оказалось, забыли одного ребенка на собрании, в служении. Ну, он остался в церкви. Он говорит, я в машину, на такой скорости, говорит, летел, потому что уже все спать должны. А где наш ребенок? Забыли на собрании. Вот приезжаем. Он, да, там. Вот такой ребенок оказался, что он там истерику не закатал. Вот. А дожидался родителей. Понял, что забыли его. У нас что-то подобное было в нашей семье, когда мы приехали на собрание. Вот приезжаем, считаем, раз, два, шесть. Одного нету. Ну, не выпал же с машины, правильно? Не выскочил? Нет. Машина закрыта, автоматически все закрывается. Да, увидели бы, наверное. Ну, вот высадили всех, я пошел на собрание, жена моя разворачиваться, поехала. А знаете, как он поступил? По всей видимости, его посадили в машину, ребенка. Он посидел, ему что-то не понравилось, он выскочил и в кровать. Опять спать туда, в кровать. Мы приезжаем, мы, конечно, в переживаниях, где он, молодец? То есть, это как бы, естественно, в семейной жизни может такое произойти. Я думаю, каждый может вспоминать в своей жизни, что такое было, но все равно за детьми следить надо, безусловно, Детям надо быть, детям надо иметь ответственность, чтобы не потеряться. Друзья, я попутно расскажу одну такую историю, как-то мне звонят, нет, была беседа у меня с одними молодыми, которые вот не так давно приехали в Америку. И я им говорю, вы знаете, ну, наблюдая по ним, говорю, вы следите за своими детьми, пожалуйста. Вот когда вы едете в машине, пристегивайте их, потому что мало ли что может произойти. Вот. Более того, старайтесь, чтобы не видно было, что вы на телефоне, когда вы едете, потому что правила такие есть тут, запрещающий телефон, и, в общем-то, дети должны быть пристегнуты и в корситах. Они все такие маленькие-маленькие, все с корситами должны быть. и вот потом звонок мне и говорит жена, то есть мама, говорит, что нам делать? Остановила полиция. Я говорю, за что? Ну, я же не знаю, я же не разговариваю по-английски. Ну, отдай, говорю, свой drive license, дай, что у тебя есть там, registration дай, дай insurance, все отдай ему. Вот, все отдала. Ну, вот, я говорю, как ты думаешь, за что он тебя остановил? Ну, он что-то показывает на детей. А, говорю, наверное, не пристегнутые дети? Ну, да. Я говорю, я же вас предупреждал. Ну, если бы я не предупреждал, ну, как бы, нормально. Вот, а еще, как ты думаешь, за что? Он тебе, он мне говорит, показывает на мой телефон. Я говорю, а, ты с телефоном была? Ну, да, с телефоном. Разговаривала? Да, разговаривала. Ну, теперь жди, что будет. Я говорю, очень хороший вариант, если он тебя отпустит просто, если не заберет детей. Ну, конечно, это же переживание, детей заберут. Я говорю, молись, и я сейчас помолюсь. Вот, и молюсь, и она же молится. Я же думаю, она лучше молилась, чем я. Вот, и потом звонок. Ну, что, говорю, как там? Ну, дали штраф, тысячу долларов. Ну, это как бы пример. Вот, мы коснулись детей, да? Вот, это пример очень серьезный. И, ну, куда ты денешься? Надо тебе платить. Вот, это же серьезные деньги, а только приехавшие, это же большие деньги, огромные деньги. Братья и сестры, но, может быть, в жизни семейной, какие-то вот такие трудные, ну, забыли что-то там, а вот здесь надо быть на чеку. Здесь на чеку. Вот, потому что это может быть большой бедствием, большим бедствием в жизни для, лично для семьи. Братья и сестры. И поэтому, когда нашли Иисуса в храме, они, конечно же, и возрадовались, и Иисус их учит. Иисус обязательно будет учить в нашей жизни. И если человек не хочет понимать, если когда Христос рядом и не хочет учиться, это твоя проблема. Это лично твоя проблема. Но ты должен, если быть рядом, то ты должен учиться с Ним. Помимо того, мы же понимаем, Иисус учит Иосифа и Марию, что где должно быть мне? Там, в храме. Братья и сестры, на сегодняшний день есть различные учения. И люди говорят, что с нами Иисус. Он всегда рядом с нами. И если бы, как бы там ни было, Он все равно будет с нами. Не так давно я беседовал с одним молодым человеком, который мне утверждает, Иисус обязательно будет всегда со мной. Такого не может быть, потому что я живу по благодати. И поэтому Иисус всегда со мною. И что бы я ни делал, Иисус меня спасет, и я буду спасен, и как бы там ни было, я получу все равно спасение. Почему? Я живу по благодати. Вы поймите, я по благодати живу. Вы знаете, мне захотелось ему задать вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а что же такое благодать? Тебя же научили. Кто-то научил. Иисус учит, даже своих родителей. А тебя кто научил? Ну, что такое благодать? И вопросов нет. Сегодня Владимир Владимирович, когда проповедовал, он прочитал текст Святого Писания о благодати. Посмотрите, что там описывается. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Вот. Он говорит, вот где. Спасительная. Благодать, она меня спасает. Хорошо? И все? А читаем дальше, братья и сестры. научающая нас, чтобы мы отвергнув нечестие. Это уже от нас зависит. И мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ах, не пойдет тот вариант. Как хочу жить, а Бог меня все равно спасет. Что хочу буду делать по своим похотям, а Бог меня обязательно должен спасти. Потому что кровь Иисуса Христа, то Сына Его очистила, оправдала мне и все. Это искаженное учение. И оно не может согласовываться со Священным Писанием, потому что здесь очень хорошо написано, что отвергнув нечестие. Благочестиво жили в настоящем веке. А дальше, братья и сестры, в 14 тексте написано, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Ах, вот куда идет эта благодать Божия. Она не останавливается. И если Христос с тобой и эта благодать с тобою, она тебе будет обязательно учить праведной жизни, верной, христианской жизнью. Братья и сестры, есть некоторые, знаете, моменты в нашей жизни, где мы учимся чему-то. Недавно мне позвонили рано утром и просят, надо вот там с машины перевезти машину. Я говорю, а что случилось с нею? Она говорит, вот моя дочь, две дочери и вот одна подруга и одна родственница, они ехали и говорят, перевернули машину. Ну, понятно, что они просто встали и взяли и перевернули. Девочки же этого не сделают, да? А вот ехали и перевернули. Думаю, ну как можно перевернуть? Вроде бы из гололеда нет, ничего нету. Вот. и перевернули машину. И вот приезжаю, смотрю, на самом деле на крыше машина стоит колесами вверх хороший Toyota Prius был. Вот. И там стоит человек, который видел это все и рассказывает. Вот они едут, потом, смотрю, почему-то начали ехать в сторону. Потом их начало крутить, 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 столько перекрутило, ну и встали на крышу. Братья и сестры, а я хотел для себя думать, по какой же причине? Ведь у нас тоже молодежь есть, которую мы учим, как надо правильно жить на этой земле. Поехали встречать солнце. Восход солнца, это же хорошо? Там хорошие мысли приходят, там чувства разные приходят. Вот они поехали, родственниками, еще молодежь, поехали встречать солнце. Это же хорошо. Нам, скорее всего, помолиться надо, было бы на том месте, если понимание есть, что ради чего я поеду. А потом поехали назад и перевернулись, заснули. А я для себя делаю такой вывод. Ведь чему-то они должны научиться, да? они наверное научились. И хорошо, когда будут учиться и наша молодежь, потому как произошло с кем-то что-то. А чему они научились? Не спать? Не засыпать? А мне кажется, знаете, братья и сестры, некоторые моменты, которые можно было бы избежать этого. ведь можно рассвет солнца встретить на коленях дома, помолиться Богу, сказать, Господь, благослови меня на этот день. Когда рассвет солнца можно встретить не с телефоном, где там он лежит, потянуть его и посмотреть, что там, а именно почитать Слово Божие и обратиться к Иисусу Христу, не обязательно ехать, может быть, даже в Иерусалим, не обязательно ехать где-то там еще в какие-то страны, интересно там побыть, безусловно, интересно побыть и посмотреть восход солнца где-то на горе, но научиться бы, что не это главное. Знаете, я как-то заметил, и в нашей церкви это бывает среди молодежи, вот хочу поучить вас молодежь, мне так это что-то хочется, поехали в воскресенье тоже посмотреть восход солнца, а я узнаю, половина молодежи не приехала, нет, они не перевернулись на машинах, они доехали все благополучно и слава Богу, но они поехали, знаете, куда? Спать, не на собрание поехали воскресное, а поехали спать, поучитесь, если восход солнца, можно его встретить дома, помолиться Богу, обратиться к Нему, нет, я не против того, что поехать еще раз скажу, это уже третий раз говорю, но знаете, лучше, закрыв комнату, написано, в тайной комнате, помолись, а Бог, видящий тайное, воздаст тебе явным, вот какая позиция библейская, поэтому да благословит нас Господь в том, чтобы и учение, которое мы учимся здесь на этой земле воспринимать от Иисуса Христа и не только учение, но и знать, что когда бывают трудности в нашей жизни, чтобы мы воспринимали это, что рядом с Иисусом Христом мы. Друзья, я приведу еще один последний пример, и мы с вами помолимся. Это библейский пример будет. Как-то подходит к Иисусу Христу тоже рядом, и стояли возле нее двое ее детей. Это подходит женщина, и она подходит к Иисусу Христу. Она говорит, Иисус, я хочу, чтобы двое моих сыновей были у тебя один по правую сторону, а один по левую сторону в Царстве Твоем. Иисус послушал это серьезное заявление и спрашивает у этих людей, у ребят, у мужчин, а они могут пить ту чашу, которую я буду пить? Вы будете пить? Да, будем, все, будем, Господи. Но Христос говорит, что сесть у меня по правую и по левую сторону не от меня зависит, а зависит от Отца Моего Небесного. Друзья, тоже хотела мама за своих сыновей. Какое сильное желание. Братья и сестры, и не просто так это было желанием, а Христос потом взял этих двоих сыновей заведеевых, Иоанна и Иакова, и показал им эту славу, о которой мы в самом начале говорили. И он их возвел на гору и преобразился пред ними. Вот желание матери, вот желание родителей, оно производит реальность жизни. Братья и сестры, конечно, сесть там, по правую, по левую сторону, в Царстве Небесном, давайте посмотрим ответ в Откровении. Христос говорит, сестаю дверь и стучу, кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему, и будут вечерить с ним, и он со мною. А теперь послушайте внимательно, что тут говорится дальше, кто может сесть рядом с ним. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его. Христос, ты еще здесь. Христос, ты вот возле нас, а он уже сидел там на престоле. И только побеждающий может это иметь право там быть возле Иисуса Христа там в вечности. Никто другой туда не займет место. Если ты, возможно, играешь хорошо, возможно, ты поешь хорошо, и у тебя есть, как у этого молодого человека богатого, я, там в Царстве Небесном тебе места не будет. Даже если ты был в окружении рядом с Иисусом Христом, и ты увидел, что тебе как-то некомфортно с Ним, то пойми, это твоя проблема. Это не Иисуса Христа, а твоя проблема. Решай ее внутри себя. Возможно, исповедаться тебе надо, возможно, тебе надо помолиться, возможно, тебе надо с сокрушением сердца прийти к Иисусу Христу, а Он никогда не отойдет. От тебя Он будет всегда с тобой рядом, и Он будет тебя поддерживать. А там в вечности, конечно же, ты займешь место, когда будешь побеждать. А если ты на это не настроен, братья и сестры, еще раз напомню, это проблема не Иисуса Христа, а твоя проблема. Только твоя проблема, она будет потом дальше большой бедой. Это пока проблема. А потом будет большой бедой в том, что ты не получил спасения, ты не получил жизнь вечную, и ты этим просто пренебрег. Но благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы об этом помнили, переживали, сохраняли в своем сердце всегда Иисуса Христа. Заботились об этом, иметь Бога в разуме на протяжении всей нашей жизни, не только когда на собрании, когда мы здесь говорим, но и в повседневной нашей жизни. Да благословит нас в этом Господь. А сейчас давайте помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он дал нам возможность побыть здесь, послушать Слово Его. Даже были участия на сегодняшнем собрании, поблагодарите за это. А я благодарю лично каждого, кто поучаствовал в этом служении, потому что Вы прославляли нашего Господа. И слава Ему за это. Аминь. Помолимся.